Мой любимый додик. Новые пранки готовы. В этом видео мы не жалели друга и оторвались на всю катушку. Одна шутка даже зашла слишком далеко. Да, вы должны увидеть его офигевшую гримассу. В конце по традиции конкурс с достойными призами. Ох уж эти пранки с таблетками, я хуею. Приятного просмотра. Погнали. А этот розыгрыш мы часто проделывали, когда собирались большой компанией. Чем больше народа планируется на тусовке, тем лучше. Первым делом, когда кто-то приходит к вам в гости, то куда он направляется? Правильно, мыть руки. А если не направляется... Чего, блядь? ...то вы ему об этом напоминаете. Конечно, нечего ходить с грязными руками в гостях. Надо соблюдать гигиену. И на этот раз мы в ванной комнате подготовим сюрприз. Все элементарно. Переключаем смеси... Максимум, что может быть на тусовках, это придет кто-то с вонючими носками, блядь. Пиздец, я очень трепетно к носкам отношусь, чуваки. Очень трепетно, блядь. Я не знаю, я приучил себя, что надо, блядь, максимально следить за носками. Это же пиздец. Терпеть не могу. Воняет, если чем-то, блядь, такой сразу. Все, день всрат полностью. Можно, типа, привыкнуть к этому, но это пиздец. И вот следите за носками, короче. Это вам в дальнейшем поможет. Вам люди, наверное, нормально будут относиться. Да, блядь, за трусами не надо следить. Кто тебе туда полезет-то, блядь, ебаный рот. Кого ты там сидишь, успокаиваешься. Если ты там пипирку побрил, типа, вот сейчас тусняк с телками, пойду пипирку побрею. Да нахуя... Запомни, братан. Когда не бреешь, тогда выпадает шанс. Когда бреешь, никогда в жизни не выпадет. Так что, блядь, пользуйся этим лайфхаком. Вписитель на душ, а сам душ направляем в сторону жертвы. В результате этих простых махинаций тот, кто решит помыть руки... ...каждый день, но в итоге я не умею высказывать свои мысли и вообще нормально общаться. Что делать? 7.5 в чат и дарю подписку. Ничего он не подарит, это бан он подарит вам. На сутки. О, Дрейк, красавчик, засейвил. 18. Общаюсь с каждым день, с людьми общаюсь каждый день, но в итоге я не умею высказывать свои мысли. Не знаю, блядь, с людьми надо максимально открыто пиздеть, вообще максимально. У меня нет проблем с общением. Вообще никаких. Несешь хуйню, как обычно, и все, всем нравится. Максимально открыто, блядь, все, весь секрет просто. Подрабатываю. Учусь на социолога. Бля, вы какие-то профессии выбираете, ебанутые? Что такое социолог? Это кто? Кто такой социолог? Откройте чат, блядь, я его не могу открыть. Спасибо за подписчику, молодой. По социальным службам. Да еблан какой-то, не знаю. Он первым ощутит на себе неожиданную струю воды. Да. Отвечаю, наблюдать за тем, как один человек за другим попадается на эту уловку, очень смешно. Правда, придется частенько вытирать пол, поэтому держите тряпку наготове. Что ж, проворачиваем ту же самую процедуру снова и ждем следующих гостей. Когда ваш друг снимает свои джинсы или брюки? Нет, это не то, что вы подумали. Подумайте еще чуть-чуть. Один, два, три. Правильно. Перед уроком физкультуры задерживаемся немножко в раздевалке для... Для того, чтобы выпылить его писюн стоячий. Ха-ха. Как имеешь ли я связывать жизнь с трансляциями, твое мнение? Блядь, пока вы сидите, тянете нахуй, уже появляются другие стримеры. Типа, ну думай, стоит ли вообще оно того или нет. Конечно, стоит. Я заебался каждый день об этом сообщать. Стримеров мало. Будете популяризировать эту хуйню, к нам на Twitch придет Роскомнадзор. Тогда все успешно будет. Пока он не пришел. Иначе стримеров мало. Для того, чтобы избавиться от лишних глаз. Хотя парочку одноклассников все же можно и позвать. Вместе веселее. У нас появилось несколько минут для того, чтобы провернуть грандиозный план. Такую возможность для пранка нельзя упускать. Берем джинсы друга и смазываем его ширинку подсолнечным маслом при помощи ватной палочки. Ха. Что это даст? Все очень просто. Теперь у друга будет постоянно расстегиваться молния. И он ничего не сможет с этим сделать. Хотя все-таки есть один способ помочь ему. Но о нем я расскажу чуточку позже. Сейчас же наша задача наблюдать за его постоянно краснеющим лицом и руками, застегивающими молнию по несколько раз в минуту. Эх, бедный дружище. Кажется, сегодня я чуть не перегнул палку. На моем ка... Кто вообще, блядь, джинсы носит? Ебанешься, что ли, совсем? Треники напялил, полетел. ...коворить о том, как же все-таки ему помочь. Не оставлять же его в неловкой ситуации на протяжении всего оставшегося школьного дня. Ловите лайфхак, который решит эту проблему за пару... Да я, блядь, в джогерах гоняю вообще 24 на 7, пиздец. Охуенно. Я, блядь, всю зиму в джогах отгонял. Все лето в джогах отгоняю. И вообще всю жизнь в своих джогах буду гонять. Тя! Конечно, заебись. Вроде как бы с виду джинсы, а нихуя. На веревочке завязываются. Круто. И легкие, ультралегкие. В них яйки не потеют. Вот и думайте, сидите. Пацан выдал в лосиных, блядь. Че? Нормально тебе в лосиных гонять? Секунд. Все, что нам нужно сделать, так это снять вот такое кольцо со связки ключей. Вручаем его другану. Нанизываем на пуг... ...ше не растет. ...растегивалась ширинка. И у меня в том числе личные пранки. Но братишка все равно живет со мной в одной квартире... Это пиздец, он по-любому в Бургер Кинге это наполнил. ...ему никуда не сбежать. Если ваш брат тоже один из любителей поспать днем... ...или завалиться пораньше после тяжелого дня, то это просто идеально. Нам лишь необходимо незаметно подкрасться к нему в тот момент, когда он крепко спит. Ну и вишенкой на торте будет клоунский нос, который мы на него нацепим. Конечно же, нужно сделать это максимально аккуратно, чтобы не разбудить спящего красавца. Бля, ебать нереальные пранки. Я хуею. Пранк, блядь, прыщ выдавить. Есть такой вообще? Далее берем телефон и начинаем фотографировать. Выбираем лучшую фотку и заливаем ее в инстаграм. Проснувшись красным носом, братан сразу же поймет, что что-то тут не так. Будет думать и гадать, как же его пранканули на этот раз. Что же с луцем не узнать без зубов? Думаю, все неплохо бы так угарнули, если что-то подобное бы произойдет к большому кусочку коричневого картона. Вырезаем несколько штук по размеру ваших зубов и наклеиваем их при помощи двустороннего скотча. Осталось только прийти в класс и продемонстрировать всем свою шикарную улыбку. Опаздываем на первый урок минут на пять и заваливаемся в класс, приковав на себя все внимание... Вопрос, блядь, это пранки над людьми или пранки над собой долбоевом? Как, блядь, конченым быть? ...одноклассников и одноклассниц. Садимся за парту и начинаем улыбаться всем вокруг. Гарантирую, все будут с офиг... Бля, ну и штакетник, да? Я еще думал, у меня пиздец зубами, блядь. О, блядь. ...соседшими гримасами обсуждать то, где и как вы умудрились упасть или подраться. Только сосед по парке заподозрит раньше всех, что вы тот еще шутник. И то только из-за того... Бля, не знаю, я сидел как-то один раз, ручку сосал. Сидит, стержень. Я подумал, а что будет, если в себя его вдуть? Сидел, что-то долл-долл, слушал учителя, блядь. Потом раз руки смотрю, что-то, блядь, в чернилах все. Смотрю, вся парта в чернилах. Смотрю, блядь, весь ебальник в чернилах. Вот это вот был пиздец. ...что сидит рядом с вами. Следующий пранк можно легко провернуть над доверчивой сестрой. Да, никому и никогда не... Ветеран, смотрите, сидит. ...вставляйте свой телефон. Особенно, если не собираетесь тщательно за ним присматривать. Сегодня и наша сестренка очень хорошо запомнит этот урок. Выпрашиваем у нее телефон якобы позвонить и уходим в другую комнату. Если она все еще целенаправленно стоит над душой, скажите, что звонок очень личный и вы не хотите, чтобы она его подслушивала. Далее заходим в емко и меняем статус на что-нибудь вроде. Ищу парня. Или мальчики пишите. При этом для правдоподобности говорим вслух, будто мы и правда разговариваем по телефону. Когда закончим, возвращаем телефон. Никогда не идите на дизайнера. С 9 мая. Крас ица. Так, третий год ебланю вузи на 3D визуализатора. Как же я заебалась, что не фэшэ, то 3D. Сука, гэнкбэнк, никогда не идите на дизайнера. С 9 мая, красавица. А? Что застыло тебе не остановиться. Микро посоветуйте за 7-15 кплс. Роуденте. Блюетти для долбоёбов. АТ-2020. Ещё. Самсон Метеор. HyperX-овский. Разор есть ещё. Ну, Razer. Ладно, окей. C01U Pro. Ну, блядь, дохуя микрофонов. Ээээ, 3D. Нихуя, визуализатор пиздато. Я, например, чё делал? Мы в Шараге Юнити изучали. Охуенная тема вообще. Как оно мне пригодилось? Да никак, блядь. Ну, зато в Юнити хуячу. Мы всем своим классом ебошили за тебя в баттле и в текинах проголосуй, плиз, голосовалки. А то И. Ссылка удалена. За 8Б. Не, нихуя, за 8Б не будем голосовать. Братан, спасибо за донат, но нет. Заебали своими голосованиями. Какая самая нормальная и недорогая видеокарта? Чувак-то. Ты вообще в 2000 каком году живёшь? Как это самая нормальная и недорогая? Нет такого. Вот то, что тебе советуют додики, это всё хуйня. О-о-о-о, кто-то ебанул. Кто-то ебанул. Ратник хорош. 1660 TI. Или не TI, не помню. 1660 сейчас актуальная самая. Вообще, наверное, не слышали про такую видюху, да? А она, блядь, относительно по цене неплохая. Да никто не слышит постоянно. Когда выходит 600-я серия. По-моему, до этого была какая? 690, по-моему, да, была? 690-я ебла всех. И вот сейчас 1660 TI есть. Охуенная штука вообще. Она, по-моему, с 1080-й стоит наравне. Даже чуть получше. И стоит она не так дорого. Он говорим спасибо. Уверен, сестра очень сильно удив... Бля, да вы ёбнутые. Алло, смотрите внимательно. 1660 TI. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok